Неинтересно, как дело повернется, может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн убелькислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры. Доброе утро. Мы начинаем климат-контроль с Константином Рангсом. Сегодня я, Александр Шунин, буду ассистировать мэтру экологии. Ну просто потому, что мы решили провести такой небольшой эксперимент. И на двоих вот этот час провести, разыграть, побеседовать. Костя, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Ну, конечно же, мы можем на «ты» или мы будем на «вы»? Да, ну потому что тысячу лет знакомы и работаем вместе. Поэтому позвольте нам называть друг друга на «ты». Константин, ну тебе слово, конечно. Ты главное лицо этой программы. Я всего лишь подстроюсь. Ну, я думаю, что традиционно начнем с того, что когда меняется погода, начнем с изменения погоды. С того, что мы видим у себя за окном. Нас обрадовало три дня, можно сказать, даже четыре дня. Было замечательной совершенно погодой. Абсолютно ненормальной для мая месяца. 27-28 градусов в средине мая. Это для нашего климата, ну, современного, как бы ненормально. Но, в принципе, вот этот небольшой температурный эксцесс закончился. И то, что вот мы видим сейчас за окном, над Ригой идет дождь. Он будет, правда, к средине дня слабеть. Немножко рассеется небо. К вечеру опять дождик пойдет. И вот начнется в дальнейшем, в течение следующей недели. Точно, вот такие качели. Будет то солнышко, то дождик. Вполне возможно, в среду будет весьма сильный. Но это все уже очень условно, поскольку, как я говорил, много раз. В принципе, если прогноз погоды уходит больше, чем за три дня, доверять ему уже, к сожалению, особо-то и невозможно. Но вот на ближайшие три дня, да, нас ждут вот такие вот качели. Дождь, солнце, дождь, солнце. Слава богу, температура будет довольно-таки приличная. Главное, что выше нуля. То есть тот прогноз, который мы получили сегодня утром, и недавно он прозвучал в наших новостях, о влажном и достаточно прохладном лете ему доверять не стоит. В силу того аргумента, который только что ты привел, что если дольше, чем на три дня. Да, это даже не прогноз. Это, так скажем, статистическое предположение. И можно же, например, по сумме прошедшего, да, предположить, что вот если вот именно такая погода в апреле, так в мае вот тут у нас то, то, все, да, а вот так было чуть раньше. Ну, скорее всего, получается, что в прошлом года были дождливые и прохладные. На самом же деле вот реальность ситуации заключается в том, что при прогнозах, при составлении моделей дольше, чем на две недели, вероятность прогноза становится примерно равной вероятности встречи с динозавром на улице. То ли встречи, что ли нет. Но это действительно, это проблема именно в этом. И еще в том, что, к сожалению, вот климат меняется, реально меняется. А следовательно меняться должны и модели математические для того, чтобы вот эти вот суперкомпьютеры могли бы рассчитать нам долговременный прогноз погоды. Поменял. А сейчас что получается? Модели старые, рассчитанные на тот климат, так скажем, 20 лет назад еще, да? В нее вставляются новые данные. Машина честно считает, как должно было быть. А потом выясняется, что так не получается. Ведь сколько раз можно было слышать прогнозы, а потом вдруг они совершенно никак не выполнялись. Ну, не метеорологи виноваты. Они действуют в рамках тех моделей, какие есть. Ну, а каким образом так могло произойти, что климат меняется? Это очевидно, ведется достаточно активная борьба с этими изменениями, а при этом математические модели, которыми пользуются синоптики, не поменялись последние 20 лет. А дело все в том, что для того, чтобы создать хорошую математическую модель, нужно иметь долговременный массив данных. Хотя бы лет так за 100. Вот так. Нормально будет, да? Даже за 50 хорошо. Ну, то есть, получается, мы должны в новом климате прожить 50 лет, и тогда математические модели можно будет сделать гораздо более точными. Но парадокс в том, что мы сейчас как раз находимся в этом транзите, в переходе. И через 20 лет опять все будет уже другое, даже через 10 лет. И поэтому получается, что сделать краткосрочный прогноз. Современные технологии позволяют достаточно точно, даже бывает до часов. Вот. И в 12 часов будет ливень. Да, и в 12 часов он начинается в 12.05. А вот именно такие вот уже на сезон вперед, на месяц вперед, на сезон вперед. Просто-напросто нету исходного материала и рассчитанных готовых моделей. Кстати, моделей ведь тоже довольно много, потому что существуют модели у крупных стран, в различных научных сообществах. Все пытаются каким-то образом нащупать, как это сделать лучше. С другой стороны, все это укладывается в тот вектор развития, которым мы живем, который касается других сфер, да любых сфер того же самого, не знаю, видео, продолжительность которого сокращается. Все сокращается, вот ты говоришь о каких-то долгосрочных прогнозах, которые невозможны, потому что, чтобы построить модель, нужно 50 лет прожить. Это невозможно, потому что через 20 лет, которые бы вот как раз-таки были бы, а нет, через 20 лет снова изменится, так все ускоряется, все уменьшается, все сокращается. И все быстро-быстро-быстро-быстро. И главное понимать, что будет в течение дня, ну максимум в течение недели. Ну вот там в том-то и дело, что мы живем сейчас, получается, как говорится, жить одним днем. Вот мы так становимся, начинаем и жить одним днем. Буддисты к этому призывают последнюю тысячу лет, и наконец-то весь мир к ним прислушался. Тут любопытно, что несколько дней тому назад, а точнее 6 мая, неделю назад, 6 мая, генеральный секретарь ООН, Антонио Гутерреш, высказывался на такой петербургской климатической конференции, она называется «Климатический диалог», где прямо заявил о том, что, понимаете, к нам сливается информация со всего мира о ситуации с природными катастрофами, и что мы на крае пропасти, потому что уже сейчас мы видим растущий вал вот этих природных катаклизмов, растет количество людей, которые от этого страдают. Нам-то еще очень хорошо, мы, как говорится, божьей милостью находимся в очень тихом месте. В очень тихом месте. Не сравнить, например, с тем, что происходит у жителей Бангладеш, где затапливается до половины территории страны, и количество жертв измеряется сотнями регулярно, и становится все хуже и хуже. И это только один пример сразу, который вышел. И вот что и важно, сказал Гутерреш, он говорит о том, что, ну, поглядите, мы достигли сейчас уровня содержания углекислого газа, такого же, как 3 миллиона лет тому назад. А какая была погода 3 миллиона лет тому назад? Ледников еще тогда не было. Вот этого, чтобы ледники наползали на сушу, уползали. Были далеко в Арктике и в Антарктиде, и то поменьше. Гораздо поменьше. Там было много нормальной земли. И вот уровень моря был на 15 метров выше. И средняя температура была на 3 градуса больше. Вот это вот, абсолютно средняя по планете. И он и говорит, что мы сейчас, он говорит, несемся к этим показателям. То есть уровень содержания углекислого газа в атмосфере обуславливает то, что мы будем жить все более и более нагревающейся земле. Ледники будут таять, и они уже таят. Уровень моря будет расти и расти. Он сейчас уже где-то под 4 миллиметра в год поднимается в среднем по планете. На юге, конечно, в районе экватора там побольше. За счет, так скажем, упругости воды, водной массы. И вот тебе и картина, как говорится. Речь идет о том, что в ближайшие, даже не 100 лет, в ближайшие 25 лет возникнет колоссальная проблема у очень многих прибрежных районов Земли. И главная эта проблема-то заключается уже в том, что если мы даже вот завтра все выкинем ключи от своих машин, будем ходить пешком или на велосипеде. Кстати, никаких электроскутеров. Они тоже помогают увеличению загазованности атмосферы. Но так вот, пешком на велосипеде и вот так по всей планете, то ничего не изменится, потому что уже толчок дан. Это, знаете, есть такое хорошее сравнение. Когда ты нажал спусковой крючок пистолета, и пуля уже пошла по стволу. Ты можешь сколько угодно, ты можешь вообще отпустить руку, отпустить этот спусковой крючок. Потому что дело уже сделано. Процесс запущен. Камень брошен. И тут та же самая ситуация. Уже выброшено вот это критическое количество углекислого газа в атмосферу. Процесс начался. Процесс будет постоянно меняться. И мы к этому, в общем-то, не шибко-то и готовы. Поэтому тут уже разговор идет о другом, что нужно изыскивать средства, чтобы ко всем этим неприятностям готовиться. Вот именно вопрос. Готовиться надо. А как готовиться, например? Сразу возникает вопрос, какие у нас будут убытки? Что можно ожидать? Ну, в смысле и географически, и, так скажем, экономически. Ну, например, один простейший момент такой есть факт, что на берегах морей, на высоте меньше одного метра над уровнем моря, в настоящий момент живет 150 миллионов человек. То есть эти 150 миллионов человек, можно сказать так, в течение ближайшего четверти века они могут сделаться четко климатическими беженцами. А как мы помним, ООН заявил, что климатические беженцы приравниваются к беженцам от войн, ну и прочих катастроф. Произойдет это, конечно, в более южных странах. Вот возьмите ту же самую Бангладеш, да? Но этих же людей нужно будет куда-то девать. Уже сейчас открыто же говорят о том, что одной из причин, которая привела к сирийскому конфликту, была долгосрочная семилетняя засуха, которая обрушилась на восточную часть Сирии. И огромная масса местного населения, суннитов, которые занимались спокойно сельским хозяйством, вынуждены было идти на запад, в города, населенные в основном шиитами, селиться вокруг них. И эти люди оказались без, так скажем, средств существования, а правительство, так скажем, слишком поздно поняло, какая бомба. Константин, я прошу прощения, прерыву тебя, давай нам звонят в эфир, да, послушаем вопрос или мнение. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Константин, я уже фанат вашей передачи слушаю каждую пятницу и практически в первую звоню с каким-то вопросом. Константин, вот сейчас можно так по верхам пробежимся, попробуйте, ну, как бы глобально возьмем, проверим, вот от чего нам отказываться, вот скажем, там, ну, все в каких-то примерно процентов. Вот откажемся мы от двигателя внутреннего сгорания, это улучшит нашу экологию. Ну, вы можете как-то примерно проценты сказать, на 10%, откажемся полностью от угля, это еще 10%, откажемся там от пластика, это 20%. Вот по таким верхам вы можете пробежаться, просто сейчас мы откажемся там от пластиковых трубочек в Макдональде, понимаете, и делаем на этом хайп, или от пластиковой посуды, чтобы больше не выносили, то это скорее всего там, как я думаю, 0,001,1%, да, или мы там откажемся полностью корпорация, там, Проктор и Гэмбл какая-нибудь откажется полностью от пластика, придумает упаковки там шампуней и всего остального, порошков там, в какой-то экологической упаковке, то это будет там опять же каких-нибудь, может быть, 10-15%, вот по таким верхам, какими-то примерными процентами мы могли бы разложить. Спасибо, спасибо большое. Ну, если б я мог это разложить так сейчас, тогда мне место было бы, наверное, как раз по правую руку от того же самого Гуттериша в Нью-Йорке штаб-квартире ООН. А так и есть, самое место, а может быть и вместо него. Наш слушатель как раз сказал вот про эти трубочки и пластиковые стаканчики, ведь вопрос, как бы, экологии, он очень широкий, в данном случае мы сейчас говорим о проблеме выбросов углекислого газа в атмосферу, что приводит к изменению климата и повышению уровня моря. Так вот, и, кстати, не только уровня моря, вторая проблема это бури, ураганы, смерчи и все прочее, количество их растет, но это попозже. А тут вот сейчас об этих вот трубочках. Да вся беда заключается в том, что у нас очень мало такого комплексного представления, что за что, как сказать, тянется. Пластиковая упаковка приносит меньше углекислого газа в атмосферу, чем упаковка, сделанная из картона, или там джута, из чего угодно. Так скажем, вот это близкая природе, разлагаемая упаковка. Разлагаемая – это значит, считайте, все, углекислый газ в атмосфере. Поэтому получается, что трубочки пластиковые и пакетики и прочее, они загрязняют, так скажем, воды, океан, но они в меньшей, самой минимальной степени влияют на атмосферу. Атмосфера не станет чище от того, что мы вычистим вот эти самые трубочки. И они не гниют. Это нейтральная, как говорится, среда. Другое дело, что она совсем не полезна. Опять же, сколько разговоров, вот такая иллюзия о том, что вот мы будем переходить на электронную цифровую экономику. Все по цифрам, вот даже деньги. Вот эти. Тут вот смотрите, вчера Эллон Маск, который считается крупнейшим визионером, взял и заявил, что не будет он больше торговать за эти самые, за биткоины или там за другую криптовалюту, потому что они не экологичны. Да. А, в общем-то, вполне логично об этом говорили и до него. Может, кто-то ему и, так скажем, достучался и донес эту светлую мысль. Потому что получение этой вся системы работает, потребляя огромное количество энергии. Электроэнергии, хочу заметить. Да, электроэнергии. И это говорит человек, крупнейший в мире производитель электромобилей о том, что как-то слишком много электроэнергии жрут эти ваши биткоины. Ну, извините, пчелы против меда, получается. Кроме того, своим заявлением он обрушил биткоин примерно на 10% стоимости. Но не надо забывать о том, что у Илона Маска есть своя собственная криптовалюта. Доу-коин или как она там называется? Доу-поин, как-то близко. Сейчас вылетело из головы. Ну, так, о чем говорят оптимисты? Оптимисты говорят, да что вы, майнинг биткоинов и поддержание системы в работе требует электроэнергии такой страны, как Беларусь. Тип ерунда. Да-да-да, казалось бы. Кость, у нас есть еще один звонок. Примем? Давай, примем. Давайте, давайте. Алло. Доброе утро. Доброе. Ну, я по поводу моря. У нас в Каугуре пляж так сузился, это вообще какой-то кошмар. А очень много домов построено, дюнок, уже, можно сказать, их тоже затопят. Но я предлагаю отказаться от пальмового масла, какао. Вот из-за этого вырубается очень много лесов в Южной, Азии, в Африке, в Бразилии. Без этого раньше жили люди и сейчас могут прожить. Но никто не думает, у всех наживы на уме. Спасибо. Спасибо. Вот это очень интересно про пальмовое масло. В первый раз я услышал за долгое время именно европейскую точку зрения, почему от него надо отказываться. Дело не в том, что оно вредное. Я очень помню, 15 или 20 лет назад его продавали в маленьких бутылочках, как наоборот крайне полезное во всех отношениях. Был такой, да. Да. Вот в чем дело. Дело все в том, что, как ответила наша слушательница, действительно для того, чтобы выращивать пальмовое масло, местные жители, вот в первую очередь это Индонезия, конечно, вырубают джунгли под корень и вот там высаживают масляничную пальму. Она дает им стабильный доход. И это понятно, почему они это делают. Люди хотят лучше жить, больше потреблять, чтобы все было комфортно и приятно. Поэтому они сажают масляничную пальму. И все с ними понятно. Дело другого рода, что с одной стороны, да, они вырубают джунгли. Сейчас выяснилось, что это еще плохо в плане эпидемиологии, потому что люди стали контактировать с животными, вирусы-носителями, с которыми они никогда раньше не контактировали. Ну, потому что они же как бы жили в разных мирах. Теперь этим существам, там, в том числе тем же летучим мышам или каким-то собакам летучим, жить негде. Они переселяются на пальмы, кусают сборщиков, и уже обнаружены новые вирусы. Там, правда, очень жесткий контроль сейчас индонезийские власти учудили. Но все равно уже известно, что Всемирная медицинская организация, она уже, во всяком случае, бдит, что там происходит. И считается, что вот такое вот продолжающееся до сих пор и в Амазоне, и в Конго разрушение тропических лесов может нас одарить совершенно какими-то чудовищными заболеваниями, по сравнению с которыми этот ковид покажется детской игрой. Тоже, кстати, вот смотрите, с одной стороны одно тянет другое, вот такая длинная цепочка. Я что хотел сказать, что вот Маск и отказ от биткоинов, это как раз вот разговор о том, что, смотрите, вроде бы мы говорили о всем электронном, электрическом, чистом, но как-то забывали, что электричество производится отнюдь не только, так скажем, солнечными батареями и ветряками и гидроэлектростанциями. Что большая часть мировой генерации – это тот самый уголь. И перспектив, что от угля откажутся в ближайшие десятилетия, очень и очень смутная. Потому что в таком случае нужно просто решить, как заменить эту генерацию. Я хочу напомнить, что электрический ток в наших розетках 220 вольт и частотой в 50 герц, для того чтобы он был, должна быть определенная, так скажем, входящая мощность. И вот если у вас ток будет то идти от ветряка, то не будет идти. Если у вас регулярно будет прекращать работу солнечные станции, а потом начинать эту работу, то ваша электрическая сеть, напряжение, мощность, частота будут гулять в очень заметных пределах. А это совершенно недопустимо для очень многих приборов, которыми мы пользуемся. И поэтому сейчас существуют электростанции, которые работают в дежурном режиме, которые резко в той же самой Германии увеличивают свою мощность выработки с наступлением вечера, когда прекращают давать энергию в сеть солнечные батареи. В случае, если наступают затишки, они еще больше дают электричество. И, естественно, они уменьшают свою отдачу, когда ветряки крутятся как бешеные и в середине солнечного дня. То есть способ получения электричества при возобновляемых источниках становится гораздо сложнее в управлении, чем, как говорится, было раньше. И для многих бедных стран это все технически сейчас практически неосуществимо. Константин, прости, перебью. Нам самое время прерваться на паузу. Потом мы через несколько минут, конечно же, вернемся. Константин Рангс и Климат-контроль будут на радио Болтком получать продолжение буквально через пару минут. Продолжение следует... 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 и мы возвращаемся в эфир вместе с константином ранг сам и климат-контролем константин да еще здравствуйте в общем короче говоря вот этот вот сигнал маска он просто-напросто сейчас очень широко обсуждается и очень многие люди начинают задумываться собственно говоря если вот этот вот чистейшие деньги чистейшие прелести чистейший образец приводит к большим выбросам то дальше можно задаться вопросом а откуда берется электричество для моего электромобиля но эти вопросы давно возникают и какой-то вопрос у слушателя есть звонок в эфир принимаем алло доброе утро здравствуйте здравствуйте меня зовут олег сейчас идет программа климат-контроль и вот я хотел задать вопрос константину да 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 в эфире задавайте константин на связи вас слышит роль играет современное человечество в теме влияния на климат потому что идет сравнение с процессами которые развивались три миллиона лет назад наверно тогда можно предположить что была такая же развитая цивилизация спасибо большое ну кстати по поводу того что было три миллиарда лет назад у меня возник вопрос а мы возможно из этих непостижимых для нашего сознания цифр и полного ну практически отсутствия достоверной информации что было тогда на планете возможно просто не знаем и не понимаем что возможно речь идет о какую-то а сколько можно строить научные теории на основании того чего мы не знаем действительно все таки надо бы сесть и задуматься и сформировать какую-то логику знания потому что тяжело слушать информацию которая из предложения противоречит из предложения в предложение противоречит друг другу ну да как-то как-то звонок пробился да хорошо ответим на на вопрос слушателя потом я закончу свой вопрос как-то параллельно это получилось неловко извините не не все нормально но я просто хочу сказать что это вот типичный вопрос потому что когда вот 3 миллиона миллиона лет назад это совсем недавно совсем недавно с точки зрения геологии и я хочу сказать что именно как геолог хочу сказать что с В геологической точке зрения появляется очень много информации о том, что было 3 миллиона лет тому назад. Вот знаете, это просто ясно, что происходило. Во-первых, смотрите, на миллион с копейками лет тому назад мы можем взять просто анализ воздуха той эпохи. Пробурив керн в Антарктиде, там самый старый керн – это миллион триста тысяч лет. В том льде, который образовался, миллион триста тысяч лет, остались пузыри воздуха. И этих пузырей воздуха вполне достаточно для того, чтобы сделать химический анализ и четко сказать, какое количество углекислого газа было в атмосфере в те самые годы. Кроме этого, например, существует такая наука, ее очень мало кто слышал про нее – полинология. В свое время полинологи разбили вот эту теорию Фоменко в пух и прах по одной простой вещи. Полинология – это наука о пыльце и семенах. В первую очередь о пыльце. Пыльца, она на удивление прочная субстанция. Очень прочная. И на удивление многоликая. Если посмотреть «Атлас пыльцы», то просто это фантастика форм. Что она нам дает? Она нам дает возможность определить, какие травы, цветочки цвели, росли в конкретной местности очень много лет тому назад. Мы не будем говорить о временах динозавров. Тогда было немножко посложнее, мало цветов, прям скажем, было. А вот то, что было 3 миллиона лет назад, Господи, можно очень четко. Вот каждый раз весна наступает, в наших озерах отлагаются вот эта пыльца. Потом отлагаются осенью другие породы, глины, мутьевые во время дождей. Потом снова пыльца приходит. Потом случаются большие пожары. И вот геологи берут вот эти колонки и читают, что происходит, можно сказать, в пределах последних тысяч лет. Так это год за годом. А в пределах последних сотен тысяч лет, ну там столетиями вот эти вот слои чудеснейшим образом фиксируются. И надо сказать, что есть замечательные способы анализа, допустим, ракушек, которые жили в озерах в то или иное время. В общем, собственно говоря, палеонтологи это такие, знаете, как криминалисты только в науке, в жизни Земли. И данных собирается очень много. Все эти данные кросс вот так вот проверяются. И в результате этого и говорится о том, что, например, вот было 55 миллионов лет назад такое неоген-палеогеновое потепление. Потеплело. И с точки зрения геологии потепление было быстрое. До каких-то несколько десятков тысяч лет всего. Ну, кто говорит, может, сотен тысяч лет. Это с точки зрения геологии было быстрое потепление. Так, может быть, речь идет о какой-то цикличности, которую мы просто не можем постичь и понять. Дело все в том, что цикличность, она на Земле существует. Она прекрасно понимаема, почему, что и как происходит на данный момент. Например, когда много углекислого газа в атмосфере, много воды и температуры, то вулканические породы, например, те же базальты, они, так скажем, выветриваются, соединяются с углекислым газом, образуются другие минералы, другие породы. Но это и количество углекислого газа в атмосфере потихонечку самой уходит. Эта система, но надо заметить, что эта система работает в таких периодах, в циклах, в миллионы лет. А в нашем же случае, вы подумайте, всего лишь 270 лет назад, когда были взяты образцы воздуха и запаяны в трубочки. Вот тогда содержание углекислого газа в атмосфере было где-то 280 частиц на миллион. А сейчас 410 частиц на миллион. Причем большую часть это за последние 50 лет. Что мы видим? Мы просто никогда в истории планеты не происходило, ну, я имею в виду обозримый, хотя бы от тех же самых вот преснопамятных динозавров, 69 миллионов лет назад, которые начали вымирать буйно. Но дело-то не в этом. Дело все в том, что это мгновенный скачок. Это то, чего не происходило в истории планеты. Вы подумайте, что мы делаем. Планета миллионами лет собирала останки органической жизни, которые превратились в уголь, в первую очередь, в нефть. И мы это все в массовом порядке выжигаем, уничтожаем. Мы же это, если бы перерабатывали химически, мы же это просто тупо жгем. И вот этот углекислый газ выбрасывается в атмосферу. Надо сказать, что тут спорить о том, что с чем связано, уже невозможно. Потому что любой человек, который мало-мальски работает с аналитической аппаратурой, который знает, как работает лаборатория, он понимает, что исследования делаются по правилам, что проходит контроль за контролем. То есть это не то, что, вот как Головов сказал, мы не знаем, что там было. Прошу прощения, это широкие народные массы не знают, что было. А специалисты знают, и поэтому они тащатся, естественно, куда? Они тащатся к властям и говорят, господа хорошие, Вы понимаете, что творится-то? Нам сейчас нужно, как говорится, во многих городах думать не о том, что нам строить, а куда нам валить уже. Как вот меня тут поразило, где-то 7-8 лет тому назад в Санкт-Петербурге финны и местные ученые произвели исследование, так скажем, угроз геологических, климатических угроз для Санкт-Петербурга. По очень многим позиция. Вот как раз на прошлой неделе мы говорили. И что, к чему это приводит? Ну, это произойдет, все размышления же какие. Это произойдет не сегодня, не завтра, а это, допустим, произойдет через 25 лет. Действительно, 25 лет вот так вот пролетят. Это вообще ни о чем. Так в том-то и дело. У нас сейчас вот этот вот стиль жизни заставил нас жить вот так. Мы смотрим на что-то новое в масштабах появления новой модели смартфонов или новых телевизоров или чего-то такого нового. Нас заставляют бежать в этом колесе. Но самое главное, что когда 25 вот таких вот новых моделей выйдет, мы оказываемся в ситуации, когда уже делать, как говорится, нечего будет. И вот я хочу заметить, что первыми, поскольку моим данным, первыми задумались об этом как раз в стране, где лучше всех понимают, так скажем, как делать бизнес, да? Я имею в виду Соединенные Штаты. Константин, прости, давай прервемся, примем звонок, хорошо? Ну, давай. Алло, доброе утро. Да, что ж такое. Зря, зря прервал. Хотя я со Штаты закончу. Да-да-да, конечно. В Соединенных Штатах есть такой проект «Риски бизнеса и плот». Так вот, еще в 2014 году они посчитали, что к 2050 году они потеряют недвижимости за счет изменения уровня моря примерно на 106 миллиардов долларов в тех ценах 2014 года. А вот если все так пойдет, то к 100 году потери будут более 500 миллиардов долларов в современных целях, и это может быть нижняя планка. На данный момент сейчас речь идет о том, что в ближайшие десятилетия под угрозой окажутся 400 населенных пунктов Соединенных Штатов Америки, потому что практически половина населения штатов живет по берегам моря. И речь у них идет о том, что сейчас уже нужно при планировании покупки недвижимости думать о том, что с этой недвижимостью будет, условно говоря, через 25-50-100 лет. Кто из нас думал, покупая дачу, о том, что будет с дачей через 25 лет? Я уверен, что многие думали, потому что дачи в том числе в кредит берутся, но по крайней мере по этой причине. Ну да, тут вообще непонятно, что происходит, но американцы очень серьезно подходят к этому вопросу, потому что речь идет об огромных финансовых ударах. И не только в отношении людей, которые строят дачи. Об этом за голову хватается уже 6 лет НАСА, потому что у них большая часть всех объектов прямо на берегу моря, чуть ли не в пляжной зоне. Ну, мыс Канаверл, например, тот же самый. Самое, что ни на есть море. Повышение уровня моря – это повышение уровня грунтовых вод. Это падение прочности песков как фундамента. И уже сейчас они оснащают новой техникой, чтобы следить, как бы там все не начало деформироваться и разрушаться. Но если из Америки прилететь обратно в Латвию, ну, это же касается непосредственно и нас. И в перспективе тех же самых 30-40-50 годов, видимо, имеет смысл валить с побережья куда-то в сторону Латгалии. То есть сейчас развивается этот регион подальше от моря. Задуматься, как переносить туда бизнес, политические различные инстанции, столицу, в конце концов. Не, ну, в том-то и дело, что это очень важный момент, что спорить сейчас, говорить о том, что что-то строить в низинах, вблизи моря, около реки, я имею в виду не те дома. Потому что реально дома, недвижимость, мы оперируем там размерами своей жизни, и может быть даже не всей жизни, а какого-то части ее. Но если мы строим какое-то капитальное сооружение, условно говоря, какой-нибудь киноконцертный зал, или такой, не знаю, национальный музей, или что-нибудь еще, то нужно подумать о том, что это музей, этот зал, это вообще сооружение, оно так на ближайшие полвека, и через полвека нам придется его бросить, потому что оно начнет разрушаться. Или все-таки хотелось бы, чтобы оно просуществовало подольше, вот как, например, Домский собор. Я думаю, что нужно сейчас начинать хотя бы с того, что нужно четко себе оценить масштабы угрозы. Я уверен, что Европейский Союз поможет таким начинаниям. Потому что, смотрите, я видел интервью страховщиков, которые говорят о том, что увеличивается количество страховых случаев, и они на это обращают внимание. Пока что у нас от уровня моря, повышение уровня моря, мало, так скажем, можно сказать, это нулевая проблема. А вот увеличение шквалов и бурь, это уже проблема, потому что увеличивается количество. Вы посмотрите, как меняется погода. Все чаще и чаще обрушиваются шквалы, появляются смерчи. И вот нам нужно об этом, конечно, очень серьезно думать. О том, что если ты что-то собираешься строить или где-то собираешься жить, это касается и частного человека, и города. Нам нужно учитывать, что будет через хотя бы полвека вперед. Мы получили вопрос на WhatsApp. В каком состоянии сейчас Елоустонский вулкан читала, что было 40 сильных колебаний, вчера спрашивает слушательница. Я, честно говоря, этой информации не видел. А ты? Я тоже не видел, и я уверен, что если бы там что-то было серьезное, то американская геологическая служба, она уже бы трезвонила обо всем каналам, потому что так она и делает, когда происходят какие-то, так скажем, угрозы землетрясений. Сейчас для Америки важнее не Елоустонский вулкан, который, понимаете, когда говорят геологи, он может скоро взорваться, вот для геолога это может быть в течение ближайших пары-тройки миллионов лет. То есть человек, связанный из геологии, вообще с такими, с планетологией, у него немножко другие представления о возрасте. Так вот, и о времени. Так вот, тут очень важный момент такой, что у них есть города, такие как Сан-Франциско и Лос-Анджелес, которые находятся в зоне воздействия разлома Сан-Андреас. Там уже были мощнейшие землетрясения и в Лос-Анджелесе, и в Сан-Франциско. И сейчас вроде подходит время, что должны будут быть следующие. Поэтому я хочу сказать, Соединенные Штаты вкладывают огромные деньги в изучение ситуации. Надо сказать, что страна красивая, но она действительно очень активная. Одни только, эти торнадо чего стоят, вместе с землетрясениями, и наводнениями, и ураганами, вот как вот, смотрите, преснопамятная Катрина. Так вот, эти процессы все они уже переводят в деньги, о чем мы говорили только что. И я хочу сказать, что в Европейском Союзе тоже стали говорить о деньгах, о том, сколько обходится нам вот это вот самое изменение климата. Сейчас в этих деньгах нет смысла говорить, потому что цифры плавают. Но хочу обратить внимание, что, например, те же самые голландцы, которые, как известно, многие живут ниже уровня моря, очень активно стали вкладываться в так называемые всплывающие дома. Всплывающие? Да. Ну, это, фактически, дом, стоящий на таком особым коробчатом фундаменте, который в случае наводнения не привязан к земле, как бы, вросшей в нее, а вместе с этим фундаментом может... Как поплавок. Ну, да. Вот. И когда вода сойдет, он вон, назад и сядет. Вот. У нас одновременно два звонка из эфира. Ну, давайте. Примем, да? Да, да, да. Доброе утро. Доброе утро. Я вот два вопроса хотел задать. Вот есть фильм такой в интернете, не знаю, насколько он правдит. Называется «На земле лесов нет» или «На земле деревьев нет». Что-то такое. Вот, посмотрите. Там такая идет теория, что вот три миллиона лет назад углекислый газ было очень много, потому что сгорели леса на всей планете. Они были очень высокие деревья, несколько километров в высоту. И поэтому нельзя было остановить. И второй вопрос. Почему считаются, допустим, ветряки и электростанции, гидроэлектростанции считаются экологическими? Во-первых, под ветряками, говорят, там птицами усеяно все так и летучими мешами, что сад негде. Сам не видел, но читал. И гидроэлектростанции вообще не губят столько рыбы, столько природы. Все, я не знаю, наверное, самое экологичное все-таки выглядит на теперешний день с развитием технологий атомная электростанция. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, километровых деревьев, я могу сказать, что этого можно спросить лесоводов, но как специалист, который занимался исследованием прочности, могу сказать, что километровое дерево уничтожит само себя. Оно должно быть тогда вида, как египетская пирамида, просто потому, что его масса в верхней части раздавит массу комлевой внизу. Обратите внимание, нету деревьев выше секвойи, ну, в Калифорнии. Это дерево огромное, но оно находится именно вот в таком вот пределе прочности. Дальше уже в условиях нашей гравитации дерево, а дерево у нас, как говорится, хоть маленькая былинка, хоть вот секвойя, да, вот, это все, в принципе, одни и те же молекулы, вот, одни и те же вещества, целлюлозы. И там уже возникают серьезные проблемы. Тем более, если бы все леса сгорели, то тогда бы мы имели бы по всей планете потрясающие, чудесно видимые слои вот этого самого угля. Я вот рассказывал про полинологов. Это было бы уже, что называется, вот, ну, то, что с чего бы геолог молодой бы сейчас начинал бы изучение в университете. Великий пожар на границе, и этим бы отличался, отделялся бы период вот начала нашего, так называемого, четвертичного периода. Но, к сожалению, точнее, к счастью, этого нет. Были пожары, они по всей планете бывают регулярно, но глобального пожара, чтобы сгорели бы все деревья, такого не было. И еще хочу сказать одну важную вещь. Деревья не только выделяют кислород, пожирая углекислый газ, но они и выделяют назад углекислый газ, потому что, когда деревья питаются, они кушают так вот, они кушают углекислый газ. Но, когда они дышат, они его назад выдают, хотя, конечно, в значительно меньшем количестве. Поэтому гораздо эффективнее выдает кислород в атмосферу фитопланктон в океане. Вообще, собственно говоря, не Сибирь, не Амазонка, легкие планеты, а именно Мировой океан. И вот одна из главных задач, чтобы не был загажен Мировой океан продуктами нефти, потому что тончайшей пленки нефти на поверхности моря достаточно, чтобы губить вот этот самый фитопланктон, благодаря которому мы все дышим и существуем вот последние, слава богу, уже полмиллиарда лет. Что касается второй части вопроса насчет атомной энергии. Ну, вы знаете, я считаю, что да. Современные технологии позволяют делать атомные реакторы. И вот мне понравилась идея, уже воплощенная в металле американских инженеров, делать атомный реактор такого как бы патронного типа, который привозится уже в готовом собранном виде довольно небольшой в электростанцию, вставляется, подключается, он работает. И после того, как он выполняет свою функцию, он отключается, извлекается и отправляется в тихое место для последующего демонтажа. Ну, это хорошая идея, почему бы нет. Интересная идея, которую развивают россияне со своими плавающими атомными станциями. Тоже все идет к тому, чтобы как бы централизовать обслуживание в одних местах и избавиться сразу и от выбросов углекислого газа, и от выбросов копоти и так далее, и так далее. Но, как в любой технике, сразу вставляется большое количество «но». Вот как наш слушатель сказал, вот птицы под ветряками гибнут, или, например, рыба от гидроэлектростанций. Я хочу сказать, что всегда нельзя говорить «и», «или», «или». Вот типа либо ветряки, либо атомные станции. Лучше всего пусть будут и атомные станции, и ветряки. Но в определенном сбалансированном варианте. И, естественно, то, что годится, условно говоря, для солнечного Казахстана, ну, наверное, не очень годится для какой-нибудь пасмурной Исландии, где вообще солнце видят несколько раз в году. Константин, самая-самая-самая удачная, мне кажется, закончена такая мысль, чтобы завершить эфир, потому что время поджимает, нам пора заканчивать. То есть я слежу за временем, не только за твоим рассказом. Огромное спасибо. Константин Рангс и климат-контроль были в эфире. Работа радиостанции продолжается. На смену заступает Абик Элкин с программой «Семь дней и ночей». Два гостя. В 11 часов политолог Филипп Раевский расскажет. У-у-у-у-у-у в день.